Как реализовать проект по благоустройству собственной школы весь процесс, от предложения идей через экспертизу голосования до реализации. Все это теперь знают ученики 124-й школы благодаря программе школьного инициативного бюджетирования. Узнали, что требуется ученикам и смогли реализовать проект комната отдыха, где школьники в комфортных условиях смогут пережидать окна в расписании или подождать начало дополнительных занятий. Учитывался тот момент, что ребята могут как-то перезагрузиться на той же перемене, бывают длинные перемены по 15 минут и в целом, особенно осенью, сейчас пока будет жарко, тепло, они смогут переходить из помещения в помещение. Подобные идеи смогли реализовать еще 9 школ победителей. О своих результатах представители образовательных учреждений рассказали на фестивале реализованных проектов победителей школьного инициативного бюджетирования. Школьники имели возможность получить средства на улучшение условий своего учебного процесса. Где-то создали комнаты отдыха, где-то повысили качество спортивного инвентаря, также появились комфортные гардеробные. Этот уникальный проект школьного инициативного бюджетирования, конечно же, даст детям очень многое. И проект этот совершенно не про деньги. Этот проект про инициативы, про открытость, про сплоченность, про коллектив и про то, что каждый ребенок способен улучшить свою школу и изменить пространство вокруг себя. Детали выбора проектов и вопросы реализации школьные команды представили на специальных стендах. Там же гости фестиваля могли выбрать учреждение, которое получило приз зрительских симпатий. Проголосовала за понравившиеся проекты и глава Самары Елена Лапушкина, которая поздравила участников проекта и напомнила, что теперь они обладают уникальным опытом реализации своих идей, которые нужно передать их сверстникам. Мне радостно от того, что вы уже получили эту замечательную практику, вы уже выбрали свои проекты, вы уже смогли их защитить. Более того, вы их смогли реализовать. И теперь вы будете теми людьми, на которых будут равняться, и, в общем-то, вы будете делиться своим опытом, и я надеюсь, что вы это будете делать искренне. На фестиваль пригласили также и представителей школ, которым предстоит поучаствовать в инициативном бюджетировании в наступающем учебном году, чтобы они смогли оценить все нюансы этой работы. Самара стала первым городом в регионе, где была применена такая практика. Ее поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Теперь такие проекты развивают и в других муниципалитетах региона. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.